Беседа 14, 141, 4, 12. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Для чего он опять удаляется? Для того, чтобы научить нас идти, не идти самим навстречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Не тот виновен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях не имеет мужества. И так, чтобы научить этому и укротить ненависть иудеев, Христос удаляется в Капернаум, исполняя пророчества, а вместе, поспешая, подобно рыбаку, ловлять учителей вселенной, которые, занимаясь своим искусством, проживали в этом городе. Заметь здесь, как Христос всякий раз, намереваясь удалить себя к язычникам, побуждение для этого берет от иудеев. Так, в настоящем случае, иудеи, умысливши зло против предпечи, и, посадив его в темницу, самого Иисуса прогоняют в языческую Галилею. А что под именем Галилея, разумеется, не какая-либо другая часть народа иудейского, не все колена вообще, это ты можешь видеть из слов, которыми пророк определяет эту страну. Земля нефалимого, путь, море, на той стороне Иордана, Галилея языческая, люди, сидящие во тьме и тени смертные. Тьмой здесь называет он нечувственную тьму, но заблуждение и нечестие. Почему и прибавил, писая 9.1, Сидящие в стране и тени смертные, свет воссиял им. А что видно было, что он говорил не о чувственном свете и тьме. Для этого, говоря о свете, пророк называет его не просто светом, но светом великим, который в другом месте именуется светом истинным. Иоанн 1.9. А говоря о тьме, называет ее тенью смертную. Желая затем показать, что жители этой страны не сами искали и нашли этот свет, но Бог явил им свыше, Евангелист и говорит. 4.16. Да сбудется реченно через пророка Исаию. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Сидящим в стране и тени смертные, воссиял свет. То есть, сам свет воссиял и осветил их. Они сами, они наперед пришли к свету. В самом деле, род человеческий перед пришествием Христовым находился в самом бедственном состоянии. Люди уже не ходили, а сидели во тьме. А это значит, что они даже и не надеялись освободиться от этой тьмы. Они даже не знали, куда нужно идти. И объятые тьмой сидели, не будучи уже в силах и стоять. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. С того времени. Когда же это? С того времени, как Иоанн был посажен в темницу. Почему же Христос не проповедовал им сначала? Для чего ему нужен был и Иоанн? Когда самые дела ясно свидетельствовали о нем? С одной стороны, для того, чтобы отсюда видно было его достоинство. Когда и он, так же, как отец, имеет пророков, о чем и Захария сказал, и ты, отрача, пророк вышнего наречешься. С другой, для того, чтобы не оставить бесстыдным иудеям никакого извинения. На это последнее сам Христос сказал, когда говорил, Иоанн 11, 18. Пришел Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, бес в нем. Пришел сын человеческий. Если пьет, и говорят, вот человек, любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Притом и нужно было, чтобы о Христе наперед сказал кто-нибудь другой, а не сам он. Если уж и после столь многих и столь сильных доказательств и свидетельств говорили, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина, то чего бы ни сказали, если бы об нем ничего не говорил Иоанн, а он сам первый начал бы свидетельствовать о себе народу. Вот почему он и не проповедовал прежде Иоанна, и чудес не творил, до тех пор, пока последний не был посажен в темницу. Он не хотел своей проповедью произвести разделение в народе. По этой же причине Иоанн не сотворил ни одного чуда, чтобы этим привести ко Христу народ, привлекаемый к нему силой его чудес. И действительно, если уже и после столь многих и великих чудес ученики Иоанна и прежде, и после его заточения, с ревностью смотрели на Иисуса, если многие почитали Христом не его, а Иоанна, то что было бы, если бы дело обстояло иначе? Вот для чего евангелист Матфей и показывает, что Христос с того времени начал проповедовать. И в начале своего проповедования он учил тому же, что проповедовал и Иоанн. А о самом себе еще не говорил ничего, но продолжал только проповедь Крестителя, потому что пока еще не имели о нем надлежащего понятия. Хорошо было, если бы и это учение было принято. 143. По той же самой причине, в начале своей проповеди Христос не предлагает и ничего тягостного, и прискорбного, подобно Иоанну. Тот упоминал о секире, о древе посекаемом, о лопате, о гумне, о неугасимом огне. Напротив, Христос начинает свою проповедь радостным благовестием о небесах и царстве небесном, уготованном слушающим Его. 4.18. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас словцами человеков. И они, точно оставившись сети, последовали за ним. Евангелист Иоанн иначе описывает их призвание. Из его слов видно, что это призвание было уже второе, о чем можно заключать из многих признаков. Именно у Иоанна говорится, что они пришли к Иисусу, когда Иоанн еще не был посажен в темницу. А здесь, что они пришли после его заточения. Там Андрей призывает Петра, Иоанна 1.41, а здесь обоих сам Христос. Притом Иоанн говорит, что Иисус, увидев Симона, идущего к нему, сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит Петер. Матфей утверждает, что Симон уже назывался этим именем. Именно он говорит, увидел Симона, называемого Петром. Тоже показывает и самое место, откуда они были призваны, и многие другие обстоятельства. Например, и то, что они легко послушали всего, и то, что оставили все, значит, они еще прежде были хорошо приготовлены к этому. И действительно, из Иоанново повествования видно, что Андрей приходил в дом к Иисусу и слышал от него многое. Здесь же видим, что они, услышав одно только слово, то час за ним последовали. Вероятно, что они сначала последовали за Иисусом, потом оставили его, и увидев, что Иоанн посажен в темницу, удалились и опять возвратились к своему занятию. Потому Иисус и находит их ловящими рыбу. Он и не воспрепятствовал им сначала удалиться от него, когда они тоже желали того, и не оставил их совершенно, когда удалились. Но, дав свободу отойти от себя, опять идет возвратить их к себе. Вот самый лучший образ ловли. Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом. А вы знаете, как приманчиво рыбное ловля. Но, как скоро вы слышали призыв спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали, сходим домой, посоветуемся с родственниками. Но оставив все, последовали за ним, точно как Елисей, последовал за Ильей, 3-я царь, 19. Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни малейшего времени не откладывали, хотя бы того требовала крайняя, самая крайняя необходимость. Вот почему, когда некто другой пришел к нему и просил позволения схоронить отца своего, он и этого не позволил ему сделать, показывая тем, что последование за ним должно предпочитать всему. Ты скажешь, что и много было обещано. Но потому-то я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили в то великому обещанию и всему предпочли последование за Христом. Они поверили, что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано только Петру и Андрею, а Якову и Иоанну и того не было сказано, только пример послушания первых проложил путь им. Впрочем, они и прежде много слышали о Иисусе. Далее смотри, в какой подробности евангелист указывает на их бедность. Иисус нашел из чинищих сети свои. Они были бедны до такой степени, что не имели на что купить новых сетей, и потому чинили обещавшие. Между тем, немалым доказательством их добродетели служит и то, что они легко переносят свою бедность, питаются от праведных трудов, друг с другом связаны узами любви, живут вместе с Отцом и служат Ему. Когда таким образом Христос уловил их, он начинает в их присутствии творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о нем Иоанн. Он начинает часто посещать синагоги, научая этим своих учеников, что он не противник Богу и не обманщик какой-либо, но пришел согласно воле Отца. И при посещении синагог он не только проповедовал, но и творил чудеса. Всякий раз, когда происходит что-нибудь особенное и необыкновенное, или когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знамение, как бы залог своего могущества для тех, кто должен принять его законы. Так намереваясь создать человека, он прежде сотворил весь мир, и потом дал ему уже в раю известный закон. Так, когда хотел дать закон Ною, опять совершил великие чудеса, изменил всю тварь в ее основаниях, повелел страшному наводнению целый год обдерживать землю и посреди столь великого обуревания сохранил невредимым праведника. Так Авраам оградил многими знамениями, даровал ему победу на брани, поразил ударами фараона и избавлял праотца от опасностей. Так и перед обнародованием закона иудеям он явил дивные и великие чудеса, а потом дал уже закон. Так и здесь, намереваясь дать высшее правило жизни и предложить людям то, чего они никогда не слыхали, подтверждает слова свои чудесами. Так как возвещаемое им царствие не было видимо, то видимыми знамениями он и невидимое сделал видимым. И заметь, какую евангелист наблюдает краткость. Он не говорит о каждом исцелившемся подробно, но не в многих словах упоминает о множестве знамений. Стих 24. И пошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Но спрашивается, почему Христос ни от кого из этих исцеленных не требовал веры? Почему не сказал им того, что Гопостый говорил, веруете ли в меня, что могу это сделать? Это потому, что он еще тогда не явил доказательства своего могущества. Впрочем, немалую их веру доказало и то, что они приступили к нему и подводили больных. Они не приносили бы их издалека, если бы не имели к нему великой веры. Последуем и мы за Христом. И мы имеем многие болезни душевные, а эти-то болезни он преимущественно и желает уворочевать. Для того ведь он врачует и телесные болезни, чтобы истребить и душевные. Приступим же к нему и будем просить никаких либо житейских благ на отпущение грехов. Он и ныне подает все нужное, если только просим прилежно. Тогда разнесся о нем слух по всей Сирии, ныне же по всей вселенной. Стекались к нему тогда жители разных стран слышать, что он исцеляет бесноватых, а ты, имея перед очами гораздо многочисленнейшие и важнейшие опыты его могущества, не хочешь восстать и устремиться к нему. Те оставляли отечество и друзей и сродников, а ты не хочешь выйти из дома, чтобы приступить к нему и получить гораздо лучшее. Но мы этого от тебя не требуем. Оставь только злые привычки, и ты можешь оставаясь дома со своими, удобно спастись. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а страдая тяжко от болезней душевных, мы медлим и отказываемся от врачества. Потому мы не избавляемся от телесных болезней, что необходимое для нас мы почитаем маловажным, а маловажное необходимым. И оставив самый источник зол, хотим очистить потоки. А что испорченность души есть причина болезней телесных? Тому доказательством служит и тот расслабленный, который был в болезни 38 лет, и тот, которого спустили на одре, разобрав кровлю, а прежде всего Каин, да и многие другие примеры показывают тоже. Итак, истребим источник зол, и тогда все потоки болезней сякнут сами собою. Ни одно расслабление телесное есть болезнь, но и грех, и последний еще более первого, так как душа лучше тела. Итак, приступим и ныне ко Христу, будем просить Его, чтобы Он увращивал расслабленную нашу душу, и оставив все житейское, будем заботиться только о духовном. Стижав это, ты можешь пищить потом и об остальном. Не почитай себя безопасным, если не скорбишь о грехах своих, но о том-то особенно истинай, что не чувствуешь сокрушения о своих беззакониях. Твое спокойствие происходит не от того, чтобы грех не угрызал, но от бесчувствия души, преданной греху. Представь себе, как терзают чувствующие тяжесть грехов своих, как горького пьют они, горести, нежели те, кого режут или жгут. Что делают они, как страдают, сколько проливают слез, сколько испускают стенания, чтобы освободиться от мучений совести. Этого они не стали бы делать, если бы сильно не страдали душою. 146. Всего лучше совсем не грешить. А если кто согрешил, то нужно чувствовать свой грех и исправляться. Если же этого не будет, то как мы станем умолять Бога и просить отпущения грехов, когда самим себе не даем в них никакого отчета? Когда сам ты согрешивший не хочешь знать и того, что согрешил, то проще никаких грехов будешь просить Бога, а тех, которых не знаешь, и как ты можешь познать великость благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудишь в себе благодарность к своему благодетелю. Оскорбив человека, ты упрашиваешь и друзей, и соседей, и самих привратников, тратишь деньги, теряешь много дней, ходя к нему и умоляя о прощении, и хотя бы оскорбленный отогнал тебя однажды, и в другой раз, и тысячу раз, ты не отстаешь, но тем с большей ревностью усугубляешь свои моления. А раздражив Бога всяческих, мы не брежем о том, остаемся холодными, раскошествуем, упиваемся, и делаем все то, к чему привыкли, когда же мы его умилостивим. Напротив, продолжая нераскаянность во грехах гораздо более возбуждает его гнев и негодование, нежели самый грех. Нам надлежало бы сокрыться в землю, не видеть солнца и даже не пользоваться воздухом, за то, что имея столь милость его владыку, мы раздражаем его, и раздражая даже не раскаиваемся в том, он во гневе своем не только не имеет к нам ненависти и отвращения, но и гневается для того, чтобы, хотя таким он, будучи оскорбляем, воздавал тебе одними благодеяниями, то ты еще более стал бы презирать его. Чтобы этого не случилось, он на время отвращает от тебя лицо свое, чтобы соединить тебя с собою навеки. Итак, одушевимся надеждой на его человеколюбие, принесем усердное покаяние прежде, нежели настанет день, в который самое покаяние не принесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда приговор над нами будет во власти одного судьи. Итак, предварим лицо его во исповедание. Салом 94,2 Будем плакать и рыдать. Если мы прежде дня Господня умилостивим судью, чтобы он отпустил нам согрешение, то не будем подлежать суду. В противном случае каждый из нас перед лицом всей вселенной приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой надежды получить прощение. Никто из живущих на земле, не получив разрешение во грехах по переходе в будущую жизнь, не может избежать истязаний за них. Но как здесь преступники из темнист приводятся на суд в оковах, так и по отшествии из этой жизни, все души приведутся на страшный суд, обремененные различными узами грехов. Подлинно жизнь настоящая ничем не лучше темницы. Подобно тому, как входя в темничный дом, мы видим всех обремененных оковами, так и теперь, если устранив весь внешний блеск, войдем в жизнь каждого, то увидим, что душа каждого обложена узами тяжелее железных, особенно если зайдем в души богатых. Подлинно, чем большим они владеют богатством, тем более и уз на них. Подобно тому, как видя узник, у которого и шея, и руки, а часто и ноги в железах, ты посчитаешь его крайне несчастным, так и видя богатого, владеющего несчетными сокровищами, не называй его счастливым, но зато то самое и считай его самым злополучным. В самом деле, кроме того, что он в узах, при нем находится еще жестокий страж темничный, злое любостяжание, которое не позволяет ему выйти из темницы, тысячи новых оков, темниц, дверей и затворов. И вернувши его во внутреннюю темницу, еще заставляет его услаждаться своими узами, так что он не может даже найти и надежды освободиться от зол его угнетающих. Если ты проникнешь мысль во внутренность души его, то увидишь ее не только связанную, но и крайне безобразную, оскверненную и наполненную червями. Удовольствие с властолюбивой жизни ничем не лучше, но еще отвратительнее, потому что расплевает и тело, и душу, и поражает их бесчисленным множеством болезней. Представляя все это, будем молиться искупителе душ наших, чтобы он и разорвал оковы, и отогнал от нас того жестокого стража, и освободив дух наш от тяжких железных оков, соделал бы его легче пера, а с молитвой к нему соединим и собственное усердие, и усердие, и благую готовность. Таким образом, мы сможем в короткое время освободиться от оближавших нас зол и познать свое прежнее состояние и восприять дарованную нам прежде свободу, которой и восподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.